Добрый вечер. Субордин за проводим. Будем делать революцию. Что отключить? Интернет нужно подключить сейчас. А, пожалуйста, пожалуйста. Мы не торопимся. Вот, сейчас он отключился, а я хотел, пока, то все, я знаете, что увидел. Я увидел две смс-ки. Я хотел, надеюсь, что меня слышно, хотел поблагодарить двух человек подряд. Это бывает очень нечасто. Те времена прошли. Помните, когда-то мы для Бродского собирали 300 тысяч рублей на его операцию срочную. Было? Было. Собрали? За три дня собрали. Так вот, я к чему говорю. Значит, многое из того, что я делаю, Антон Валерьевич делает, вот, Павел Сафронов делает, моя помощница Юля, мой брат, брат особенно, Железов Юрий. Вот, это все, ну, как бы, да, фактически это бескорыщие, которое нам остается нелегко. А, сейчас я получил два перевода. Альфа-банк, Виталий Андреевич. И, спасибо за вебинар, и всем здоровья. 250 рублей. Вот, это я понимаю разговор. Вот. А мы в шестой, или уже седьмой год занимаемся этим. Спасибо, Виталий Андреевич. Спросите, как ваша фамилия. Это долго вычислять. Так, и тут же вторая приходит опять, смс-ка. Написано. Ольга Александровна Б. Текст о нем. Перевод 300 рублей. Но я больше уверен, что это за те же самые фильмы или вебинары. Вот, которые нам доходят не бесплатно. Ну, я надеюсь, вы меня слышали. Да, Антон Валерьевич. Нормально, включил. Ага, я уже успел. Я уже поздравлял за то, что прислали деньги на это самое. А, на другое мне написал, я ничего. Ага, здорово. Ну, все, ладно, удачи. Ага, спасибо. Так, Антон Валерьевич. За эти 250 рублей у вас гонорар. Поздравляю. Я надеюсь, вы меня слышите. Пелени отключились. Так, ладно, поехали. Значит, друзья. Мой брат Юрий Владимирович Герезов мне посоветовал настойчиво хотя бы часть времени уделять новичкам. Потому что, да, я много чего знаю, много чего умею. Вот я могу вас научить сети вязать, да. Вот. Вот сейчас бы не было бы этих завалов сетей китайских в этих самых. А мы сами вязали. Трудные времена. Я продал в сеть, причем хорошую сеть. С поплавками, со свинцовыми грузилами. Вот. Где-то недели две вязал, а потом за 100 рублей продавал. Я не сестяюсь этого. Ну, сейчас китайцы, у нас смысла нет. Ладно, к чему я-то говорю. Лишних умений не бывает. Так вот. Итак, я буду все время помнить слова брата о том, что здесь много новичков. Поехали. Допустим, это я хочу подбодрить новичков. Ну, люди, которые даже год с нами, это еще не специалисты. Здравствуйте. Затягивает меня все больше процесс проращивания косточек и прививок. С прошлого заказа поросло не менее 50% абрикосов и заказов. По итогу, до статистики, всех по 10. Байя Левицкого 6 из 10, сын Маджурса 10 из 10. Интересно, что сын Маджурса 10, Амаджурс 2. Крупные, ну это крупноплодные железы 9 из 10, Амур 4 из 10, Амур привитый 5 из 10, Сорофим 6 из 10, психиатологический 6 из 10. Там, где бирка потерялась 3 из 10. Ну, 50 и 50, я посчитал 51 из 90. Что мы имеем? Ну, человек выбросил, так сейчас скажу, где-то 30-40. Тысячу рублей потерял, представляете? Тысячу рублей потерял. Почему? 40 невзошедших косточек, это как раз тысяча рублей. Ну, а что его ждет? Чем хороши, говорю новичкам, чем хороши семена из смешанного сада? Помните, Юрий Братович, как по морде нам с тобой. Сад-то смешанный, дички продают. Отстань на 90 лет, цитата, 90-летней давности. И главное, когда человек говорит, подчеркивает, выпустится семя. Мне вот это на всю жизнь застрялось. Еще один раз повторю. Вот это вот. Вы не подумайте, что это я. То есть сама не выращивала. И пах, цитату, 90-летней давности. Вырастут у Железова, вашего Брата, дички и жердели. Ну, а теперь ждем, что получится у вас. Там дальше ниже я эту тему раскрою. Почему? Задолбали этих не новичков, не новичков, но то, что вырастут дички, это узнают миллионы. А то, что именно у Железова не вырастут дички, об этом узнают единицы. Вот. Я пишу, 51 дерево. Они практически не могут замерзнуть. Они могут сгнить. Причем все 51. Все 51. Но замерзнуть никогда. А знаете, для этого мы должны иметь вот эту трепку. И почаще ее чесать. И вот я пишу. Вы сразу увидели. Ну, вы представляете. Вот спросите меня сейчас, где вы живете. Будем дальше. Вдруг этот же садовод пишет. Хочу заказать следующее. 10 королевских, 10 манитобов, 10 суперакадемиков, суперфаэн, суперфилиппио, супер... Ну, персики этот... Считайте, тоже не это. 40 персиков заказали. Я просто хотел аппетит уберить. Все-таки вся бывшая тысяча, это все на всю страну. Да бах 40. Вот. А потом думаю, а была не была, все равно покупают плохо. Вот. А скоро старифицировать, возьмем, продать бы быстрее, да забыть. Эту тысячу. Теперь так. Слева китайка, красная, синяя, красная, желтая. Запомнили? Вот это не я. А я вам их покажу чуть ниже. Я вот сейчас, как бы, с новичками беседую. Ну, старики, они тоже кто-то скажут. Старики, в смысле, ветераны этого движения нашего. нашего, или как нас называли? Секты? Ну, хорошо, секты. Эти, как еще нас называли-то? Шабадови? Шабадови. Я вам покажу. Реально, уже не в моем саду, вот эти красно-си, и красно-желтые. Чуть ниже. Вот. И вот вы видите, какие они дички. Идем дальше. Только сейчас, ну, не сейчас, сегодня я пришла вот эта вот, по WhatsApp-у, фотография. А под ней было написано. Ой, как много, вы мне прислали. То есть, он имел в виду, что он заказал много, а я за нее еще больше положил. Да, ну, для хороших чек. Вот. Ну, что, смотрите. Там было 90, а здесь сколько? Далека, в два раза больше. Вот. 51, 90. Так что, следующий лидер будет, где жить, если нормально срегулировать научиться. Правильно, Кировской области. А Кировская область, безнадега. Пока. Идем дальше. Ой, фантастика, пишет Татьяна Воронина. Ребята, абсолютно ни при чем. Это в шитях. Это мне присылают задним числом, увидя мою фамилию. Я не виноват. Владимир Владимиров. Татьяна, благодарю. Это самый поздний из 11. остальные от плода. Там, видимо, фотография была. Видимо. Остальные от плода носили. Или я очень впечатлительный, очень не хочется писать зависливый. И после того, как первое прочитал и увидел в интернете видео абрикосового рая железа в Саиногорске, то потерял сон, аппетит, похудел, мне бы похудел. Что-то с пульсом случилось так. Я это называю это самое. Садовод это диагноз, это не шутки. Вот человек пишет, я не вижу, а сейчас этот пугнет Ивичков. Читаем дальше. Что-то с пульсом случилось. Абрикосовая тахикардия, наверное, видишь. Как интересно. А тут еще жена подзуживает. Мол, абрикосы на рынке не те, невкусные. Видите ли, видите ли ей, вот и понеслось. Так, теперь что пишет Татьяна Воронина. Владимир, я в абсолютном восторге. Многие знакомые сажали в МО абрикосы, но ни у кого толком ничего не получилось. То есть, это получается Московский округ или Московская область, да? Вот, ну, там, правда, чуть дальше у Калужской облиц живет наш волшебник Макаров Алексей Иванович. Ой, ой, ой. Ну, то есть, она же не может Татьяна знать все. Поэтому и пишет, ни у кого ничего не получилось. Получится. Ольга Сергеева, я не просто читаю, я обалдею. Татьяна, в Вологде растут, грех Москве не вырастить. При слове Вологда я всегда начинаю, как сказать, пытаюсь как-то разъяснить людям. Появился Вологодский абрикос. Видимо, было несколько теплых лет. видимо, быстро-быстро размножился, стал местной достопримечательностью, его назвали районированным, потом он был уничтожен. Догадайтесь, кем? А, новички не могут знать, вы-то знаете, кто его уничтожал, сами хозяева садов. Поэтому сейчас понятия Вологодского абрикоса нет, все друг другу задают вопрос. Я живу в Вологде, я живу в Вологодской области, никого абрикоса не видела. Нет, конечно, есть там, но это единицы, это вам не миллионы. Вот. Понимаете? Ну, надеюсь, поняли. Вот я и написал, сажали и уродовали. Теперь, помните, там человек заказал у меня китайки, китайские сливы, косточки. И вот один из самых успешных людей, это семья, семья, так, Юля, Наталья, он, Матвеевы, они были у меня в гостях, Юля дважды, Юля была на мальчобе на семинаре, Наталья, ее мама с семьей учебе на семинаре, кое-что увезли. Вот, мне нравится, что начали с простого. Так, сейчас вы увидите, что добились. Вот. А многие начинают со сложного. Они, самая простая сорта, а Омск, это вообще-таки кондовая Сибирь, это вам не то, что не Крым. Вот. А даже, даже не срединная Россия, еще, еще хуже для деревьев. И вот, получилось так, в этом году, смотрите, слева уссурийская, красная, желтая, ну, красная, это, мы называем, китайская, а желтая, мы называем уссурийская. Ну, это, и то, и то условно, потому что, знаете, когда оно с Китая шло до севера, шло, 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 там саженец, там гость, косточек, шло, шло, прошло через все это самое, Приморье, это близко Китая, потом по севернее, это Хабаровский край, вот, и, в общем, получилось, закрепилось, перепыление бесконечно, мне приходилось видеть несколько десятков оттенков только плодов. И вот, смотрите, что мы имеем. В этом году урожай не очень обидно, но неплохой. Вчера в Александровском усадьбе проводил дегустацию с вопросом, что вкуснее. Мнения разделились. На мой взгляд, вкусные все, но по-разному. У многих, для нычков говорю, у многих сложился стереотип, что раз уссурийская, медовая, да еще посаженные косточками, то кислая, мелкая или горькая. Спешу вас обрадовать. Вкусная, кисло-сладкая, я в таких случаях говорю, сладкая, кислая, с типичным, слевым вкусом и ароматом. Хороша для компота, варенья, сушки, если не съедите, все сразу. Земостойкость великолепная, урожай ежегодный, вот еще не отнимешь. Главное, побольше на этих сортов борцов. Весна очень красиво, аромат отцветет, при посадке косточками, повторяет родительские свойства, и прудоносит, начинает еще в пятый год. Вот так, друзья. А еще фотографии не видели. А вот они. Поняли? Дело в том, что вот они. Желтая я называю сурийской, а вот эта вот я называю красно-желтая. А вот эти два самые сладкие мне считаются. и мне говорят, дико не бросают. И вот, моё, когда их сотни лет ни одну не прерывали, и я не прерывал. Из чего оно вдруг станет хуже? А, может, бывает, редко-редко. Я один раз видел на базаре эту же самую сливу, а размер был посреди на свои ногти. Как-то умудрилось же все-таки. Вот. Но это редко бывает. Это варианты. Вот это посмотрели. И мне сейчас, когда вот Омск, да, они продают саженцы, они молодцы. Вот реклама, вот видите, я им помогаю рекламировать. Это Омск. Кто спросит, я вам, знаете, могу данные, давай, данные, где-то их найду. А, вот, Семенная высотская, Северина, Омск. И так найдёте. Вот их, видите, это самое бренд Северина. Дальше. Посмотрели, посмотрели. Что, у нас в стране вся страна завалена ими? А? А вы знаете, как она размножается? Хоть косточками, хоть этими прикольными отводками, причём, попробуйте процесс не остановить, у вас все 10 суток будет иметь забито. Вот, что мы имеем, друзья. А миллионы этого не делают, потому что просто не знают. И обо мне мало знают. И у меня костики лежат догадайтесь, что было в этом случае. Правильно. Я им подарил. Громко. Подарил. Вот. За это мне стыдно не будет. Следующая. Наталья Матвеева это всё одажил. Банчурский абрикос решил порадовать суперурожаем. А, я вам вот это показывал. А, новички не видели. Кто подскажет, какие способы доспевания плодов, это уже технология. Ну, представляете, ветка отвалилась, и так хочется, чтобы они доспели. И чтобы косточки были полноценные. Вот. Это второй вопрос. Первый вопрос. Откуда это расскажешь? суперурожай. Это есть Банчурский абрикос. Теперь ещё обвинёмся. Чуть-чуть технологии. Чуть-чуть. Или рассуждения. Как получилось? Сын Банчурсы 10 штук дал, а его папаша вот этот вот, так сказать, эти самые, чуть не сказал, блин, он с кем только не вступал в половые связи. А этот папаша дал всего два. Вот они, видите, всё два. Вот. А почему такое? А дело в том, что для них невозможно, это уже технология и учёба, для них невозможно подобрать одинаковое, вернее, не так, наоборот, невозможно подобрать индивидуальное, чтобы Банчуршке сын зашёл 10, значит, чуть-чуть другие условия, может быть, влажность, может быть, не плюс 2, а плюс 5, а может быть, это самое, важность песка я имею в виду, может быть, срок хранения там, пески, они в 2 месяца, а 50 дней, вот, бесполезно, знаю одну цифру, 90% у меня обычно всходят, 95%, вот, это, это кажется, все 100%, вот, когда храню, примерно 2 месяца, до высадки, вот, а там, ну, как получается, ну, что ты будешь делать, если папа догрешил, и теперь у детишек, уже папа-мама, это одно дерево, теперь у детишек разные получились, раз есть, у теперь, в свою очередь, второй родитель, лезь укусы, догадайся как, сколько ему нужно времени, и как сделать, чтобы он тут было, не 2, уж ваджурса, проще пареные репа, взошло туда, а человек не разбирается, видите, какие они, 50 из 90, вот, так, ну, поговорили, вот, надеюсь, тут результаты будут не хуже, если тут крупноплодный, дал такой результат, почему королевский, его родственники, или суперакадемик, тоже второй родственник, они, Фаина, тоже родственник, извините, родственники, они теперь, через подвое, а это наука не признает, а я говорю, родственники, но новичкам, пока это можно не знать, так, теперь идем дальше, полюбовались в Сомсков, Наташ, Юля, желаю вам удачи, желаю успеха, вот, это мы дающая семья, приехать всей семьей, а потом, пах, приезжает Юля, говорит, учите меня, представляете, а где есть целая эта, папка, где я учил, надо будет как-то отдельно, фильм сделать, так, теперь, смотрите дальше, вот это вот, прислали фотографию, брат, сколько можно, я тебе благодарен, вот получаю я ролик, делаю вот такую фотографию, да, заняться нечем, да, в лесу нет ни одного, скопанного сантиметра, единственное, выше вскапывают, кроты вскапывают, бывает, бывает, вот, черви перекапывают, аэрацию, потом кто-то берет лопату, а дерево-то не молодое, и давай уничтожать почву, ну, ну, вот, не логика, а когда, я же для новичков говорю, потому что, интернет скажет, да вы у нас уже за нормальный этим, вот, ну, давайте посмотрим еще, уничтожает червей, грибы, муравьев, ну, еще надо было добавить, самое ценное, вот здесь вот, в этой вот, самой постилке, самое ценное здесь, это, бактерии, вот, которых никто не видит, а значит, их можно вот так вот взять, и заборозить чертовой матери, вы или скажете, не замерзут, а? Их дом разрушили, вот, идем дальше, итак, уничтожает червей, грибы, муравьев, бактерии, и аэрацию, соответственно, он якобы подает, калим, а это полный в селезе пишет, сейчас уйдем в лопату, и будем подавать кислород, ну, а дальше что, прошла эпоха, в виде магнитофонов, диски я продал, о, как их покупали, ой, было каждый день, по 5, по 10, потом за неделю 5-10, потом за месяц 5-10, и, наконец, за последний месяц, один диск номер 3, эта книга, за 300 рублей, удалось продать, эпоха, и трех заходов закончилась, а мне, причем, многие, есть возможность, эти самые, диски мои вставлять, есть такая возможность, вот, только им это в голову не приходит, к сожалению, а потом задают вопросы, причем, самые обидные вопросы, да, какие-то, учите вырастить сад, ёпа-ё, я хватаю, и все, и точка, ну, там еще два слова, заранее спасибо, 6 лет учу, даже не 6 лет, а, я учу больше 20 лет, ладно, это я ворчу по-стариковски, итак, диски, сегодня я продал, это, выслали диск, за номером 3, который называется, книга реализовала, на диске, вот так вот, дешевле некуда, уже книга бумажная стоит полторы тысячи, книга электронная стоит тысячи, ну, диск-то, ладно, посмотрели, вот, я просто жалею тех, кого научили, кто-то, кто это делает, каждый год, а вы знаете, за пару месяцев исчезает, все, надо снова, как учат, весной скопал, и все, лето рыхлил, ну, вот так, вот это вот, я предлагаю, нужна, я просто, ну, попалась фотография, не могу пропустить мимо, хоть опять ворчу, всероссийская акция по очищению трезиновых покрышек, погибли миллионы растений, еще погибли, однажды, здорово, популярнейший журнал, красивую статью, отдых, и пододелал покрышек, он у них вырастил, вырастил саженцы, он их еще покрасил, конечно, статья, никто ее не опровергал, меня, не то, что послали, меня уже тогда прекратили печатать, этот журнал, популярный, к сожалению, вот, и миллионы людей угромили свои сады, я сам видел, эти покрышки были в сотнях, в Саногорских садах, очень популярный журнал, они там просто сгнивают, самое обидное, что сгнивали даже сливы, не только абрикосы груши, которые обязаны сгнить, а сливы и те долго не держатся, ужас какой-то, вот, нужна, чтобы кто-то на самом наверху, там, наших пока там нет, иначе бы этих покрышек бы не было, вот, уже бы не было, вот, акция по их, не знаю, как их, переработка, не переработка, вот, они должны исчезнуть отсюда, и кто-то должен сказать, не губите сады, пока, говорю только я один, я ни разу не слышу, чтобы кто-то за мной повторил, на всю страну, тысячи авторов, и сейчас их, сейчас все, все лезут в учителя, и никто не скажет, хотя бы это, спасите людям сады, покрышек-то девать некуда, воды, пока я изучаю ваши материалы, опять для новичков, Юрий, брат, я обещание сдерживаю, пока изучаю материалы, правильно ли я понял, получаю семена, перекладываю в сухие стеклянные банки, баночки, маленькие, храню в холодильнике, в сухом виде, правильно, потом в этих банках, перекладываю погрем, можно и до весны, уже, а кому не лень, то погрем, когда он остынет, далее середины февраля, для абрикосов, хорошо, что утосилось, для абрикосов, да, закладываю на статификацию, во влажный песок, тоже подвалюсь, песком не переборщите, мне написал письмо, я долго колеблялся, и сейчас колеблюсь, 6 к 1 или 7 к 1, по объему песка, и воды, дело в том, что и так вроде нормально, потому что я на ощупь, а весна подтверждает, а в другой раз, вроде бы на ощупь, но у меня получилось 7 к 1, тогда, я не могу написать, допустим, 6,4 к 1, 6,9, то есть от 1 из 6 до 1 из 7, вот, поняли, объемы, соотношение этих самых, соотношение объемов, и вот мне человек пишет, ваша цифра 7 к 1 оказалась идеальна, то есть я научил человека, у него получилась высокая схожесть, чему я очень рад, вот, дальше, человек, написал целую инструкцию, почему ты меня спрашиваешь, в середине апреля сажаю на пологий холод, правильно, присыпаю на полсантиметра, ну, хотя, вот, кстати, очень мало, опасно, я всегда подчеркивал, это, два, глубоко засыпешь, льет, мелко, мелко засыпешь, все же полсантиметра, то влаги не хватит, то выше уже это начинает копаться, вот, расстояние 30-40 сантиметров, это зависит от количества, допустим, участок определенный, 30-40, между ряде, допустим, метр, лучше звучит навсегда, а потом я вам покажу фотографию, то есть какие-то сразу культурные имеют листья, как у папы, мамы, а какие-то мелкие-мелкие, то есть потом, может быть, укрупниться, но поначалу уже можно предварительно обморковку сделать, чтобы не с каждого братья людей, смотрите дальше, вот, так что, можем тут же, вот, завести сад, имея там сотку, допустим, осенью срезаю прямой, не осенью, я специально говорю, мне обидно было, когда один из крупнейших питомников, у них на фотографиях целые горы отрезанных, заготовленных чередков, заметьте, они саженцев, а дали чередки, вот, вот такие ветчики по полметра, как у меня, вот, вот такими вот этими пачками, все предназначено для, для этого, для прививок, а они без листьев, а я не смог проверить, это фотографию с интернета, где-то, или где, продавшись с августа, я говорю, я уж и так, и так, а как с августа, а может быть, они аккуратненько с них все листья-то и смотрели, чтобы начать продавать, не понимаю, что подставляют людей, ведь, там, ранки вместо почек, и не выжившие почки, вот, поэтому, давайте уточняем, я всегда стараюсь быть, как сказать, более, отдавать информацию проверенным, и так, не осенью, а первой половине зимы, естественно, Нового года, ноябрь, декабрь, ну, где-то, бывает, по-настоящему засыпает декабрь, вот, у меня по-настоящему засыпает ноябрь, а где-то в декабре, ну, где, где теплее, так, с частью сельца, да, с частью сельца, в котором покажутся культурными, и приварена по 2 марте, а, ну, да, раз в марте, значит, вы точно южанин, потому что у нас в марте такие морозы, далее третью весну рассаживают те, что выжили, ну, да, которые выжили, и рассаживать надо, густо, ну, в общем, Валерий Кернов, я вас поздравляю, вы целую строкцию написали для новичков, берите меня в савторы, ладно, а, вот, смотрите, это академик, если у меня тут получилось, как, я половину уже раздал, заметьте, ни одну не продал, вот, кажется, Савинич выкапывали, или еще вот ее тут, вот, соседям, кому-то, кто понравился, в общем, это остатки, и когда остатки покрылись листьями, тут стало понятно, что, черт его знает, я же продавал без листьев, и черт его знает, какие я продал, культурные или более дикие, но даже вот те, которые справа, вроде бы, более дикие, они за несколько лет могут укрупниться в два раза, это свойство именно сеянцевых растений, поняли, да, а вот который справа, это плюс вот это, наиболее выделился, вот этот выделился, королевский, вот тут уже смело можно брать на привык, уже точно не будет никакого дикаря, несмотря на то, что меня и моего брата смешали с чем-то, вот, такие специалисты, у меня шикарное обранование, куда-то со своим рылом, железом, вот, с уважением, Ирина, очень хотелось бы получить косточки из сада, о, изолированную от мини-культурных сортов, так как в планах переправить свой подросший абрикос, и вот я взял, вот это сад пианиста, да, значит, единственный человек, это мое доверенное лицо, Леонид Александрович, это мой мостик с наукой, она самая перспективная пока в стране, так получилось, у нее 6 лет практики, вот, она знает, как бы это назвать, все селекционные, вот это селекционный сад, да, какой-то, моего друга пианиста, это селекционный сад, здесь настоящая черешня, и здесь абрикосы, причем, дикарей нет, а это о чем говорить, о том, что, ну, если взять его сад, и его косточки, они у меня есть, вот, я их перекупил, не скрываю этого, почему, потому что там сисадятся в его саду, выросли до этих, до таких вот, правильно, железного и перепела, и вот результат получился такой, там один непонятно, чей сверхрадий, вот, а те, те наши, то есть, с чистой совестью, вы купили косточки, нет, не косточки, а плоды, плоды сгроили, вот, я сгроил, и получилось, что теперь там, там, качество будет лучше, другое дело, я никогда никого не подставляю, у меня-то смешанный сад, у меня даже вот здесь, от них в трех метрах, растут два баджонца, сыновья, так, и штук восемь привитых, там, тот же поздний, Филиппева, рядом поздний, пианиста, и все-все, то есть, сверхурмоноплодный, вот, и они друг друга опыляют, а у пианиста дикарей нет того, ну, у меня тоже не дикарей, но, назовем племя, у меня нет племя, вот, и что женщина писала, правильно, хотелось бы получить косточки из сада изолированного, а откуда она вот это знает, от меня же и знает, что у меня есть косточки, вот, из сада изолированного, от менее культурных плодов, садов, сказать, что не берут, берут, один человек заказал, взял, вот, полсоти, именно эти, так, далее, так, стойко различаю, там косточки у меня были, эти, поздняя, поздняя Филиппева, а эти я, чтобы не путать, называю, поздний пианиста, там, значит, академик, который, Железово, а здесь академик, пианиста, там, Королевский Железово, а здесь Королевский пианиста, а как иначе-то, ведь согласитесь, что это разные вещи? Получилось, лечь-то идет уже, плоды такие же огромные, крупные, огромные, до 120 грамм, фотографии моря, без обмена, а вот потомство-то разное, поэтому я их отделил, вот, естественно, я только не помню, Ирина Ли у меня эти полсотни косточек купила, ну, у меня скромно, у меня есть несколько тысяч, только они так и пролежат, по-моему, вот, очень серьезный вопрос, так, ну, это чего мне до счастья не хватает, горячего чая налить, потому что у меня проблемы со здоровьем все те же, скорее всего, это энергия, которая увеличится, ну-ка, ну, это же приходится нелегко, сейчас я, 3 минуты, и еще, еще в голову забороть, не надеяйтесь. Спасибо. 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 Вспоминаю я, когда-то я сам придумал шутливую поговорку, вот, говорила мама, вот, учись, сынок, а то работать всю жизнь придется, действительно прошла всю жизнь работать, но зато теперь с этой агротехникой, которой я вас знакомлю, ну, ведь действительно нечего в саду делать, учитывая размеры сада, тонны плодов, и самое трудоемкое это урожай собирать. Так, так вот, вопрос по шелковице такой, ну-ка, где начало, ага, потому что сеял ее семена под зиму, выросло много сеянцев, видео на канале можете увидеть, если будет интересно. И теперь, знаешь, что делать с этим количеством сеянцев? Вот тут я вам не завидую, но я прочту, чтобы получил это письмо. Привет, Василий, добрый день. У меня вопрос по шелковице и семян. Огромный процент саженцев растает в русских деревьях. Вот помните, поняли авторы этого письма? Большинство из них вы просто потом выбросите. Вот, так что, обижаться, что их много, радуйтесь. Идем дальше. И лишь небольшое количество женских. Вообще, в теории, должно быть 50 на 50. Почему вы так написали, я не знаю. Вот, должно быть половина на половину. Я когда первые 10 выросил, у меня было 5 плюс 5. Поэтому способ выращивания корни собственной шелковицы с семенами не очень перспективный. Да, он не очень перспективный. Да, я вырастил и семён. Получил 5 декорей, 5 мужских. Не знаю, это кто из бесплодных. Вот, семена размером с... На мизинце видели ноготь, вот такие семена. Вот. И тогда получается следующее. Что делать этому товарищу? У него сильно много. Допустим, вы живёте где-нибудь в Сибири, ещё у двоих я видел. Один выросил, мои тоже получились, был мельчайший. Один выросил, неизвестно, где доставал. Тоже мельчайший, и я даже посочувствовал. Вот. Дается невозможно, да и птицы с конкурентой. Вот. А у вас может быть так. У вас впереди второй человек пессимист и перспективный. А первый человек оптимист. У него много взошло. Я могу только сказать так. Если вам заняться нечем, то есть у вас, допустим, есть время. Вот. Работа в саду. Если избавиться от этой идиотской перекопки почвы. Вот. Это никому. Деревья в не нужных обрезах. То есть минимум работы. Вот. Тогда, может быть, вы несколько десятков сохраните. Там плодыши. Пусть густо. Пусть через полметра. Ждать, ждать, ждать. Года на шестом заплодалась. Но Сибирь, она всегда делает корректировку. Чем хуже дерево, тем раньше заплодоносит. И тогда получается, что вы увидите, что часть не плодоносит, это мужские. А часть заплодоносит. Но, скорее всего, дай Бог вам, чтобы среди мелких-мелких пропадали, ну, хотя бы такие, как ноготь на большом пальце. Хотя бы такие. Чтобы всё-таки наесться. А потом выборковка. Готовы? С несколькими десятками. Вы написали, что их много. Сколько это много? Тридцать, пятьдесят, сто. Постарайтесь как можно больше додержать до плодоносления. Вот это мой совет. Почему? Только после этой выборковки у вас кто-то будет. Большинство, даже на юге, будут неполноценными. Белкими. Вот. И ещё. Когда я начинал с двухсот. Ещё когда на острове ходили, всё каждый год вымерзали, вымерзали. Вот. Ну, все ещё, которые даже не вымерзли, повали снег и замерзали. Вот. Потом уже как-то эти десять штук выделилось, перестали мерзнуть. Ну, всё-таки это получилась селекция. Но, они ведь не все были, все двести. Допустим, с двухсот половина балаганских. Сто. Конечно, всё эти пять. А остальные девяносто пять. Возможно, там были крупные. Но, почему их нету? А потому что просто произошла селекция, отбор. Сибирь разобрала только самые. Велкие, а значит, самые броностойкие. Гадя летим заниматься, давайте почитаем дальше. И мне интересно. Это мне письмо. У вас был опыт преливания шелковицы? Насколько это летабельно? Интересно. Может, вы знаете, будет ли преливаться женская шелковица на русской сене? Мой опыт ограниченный. Очень. У меня... Я точно знал, что у меня белая шелковица есть. Вот русское дерево. И она росла, росла, росла. А я нибудь врагом что-то уже понимал. Я сделал её скелетообразователем. То есть я специальной обрезкой довёл количество веток. Это... Я рекомендую вот такие не преливать. А вот такие вертикальные или почти. Вот такие вот. Я их довёл где-то до тридцати примерно. Веток. А дерево было голодное лет пять. Вот. И тогда я взял шелковицу. Все те, которые... Ну, руки чесали. Которые точно женские. И привёл. Все тридцать были мёртвы. Всё. На этом был опыт привёрками. Закончился. Вот. Тогда я написал следующее. Это не оконченная песня, как и с грецкими орехами. То есть... Я добился бы успеха, если бы только этому жизнь подсветил. Может, и добился бы. Только шелковица – это не главное в жизни. Да, это ягоды. Двухожители якобы так считают на Кавказе. Вот. Да, шелковицы и были сейчас молодые. Вот. Чай, видите? Там несколько листиков шелковиц. Заготовил. Высушил. И... Как чай. Обычная заварка. Плюс туда несколько листьев. Помогает или нет? Кстати, брат, я всё время проверяет, контролирует. Последний раз 6,4. Не знаю. Может быть, случайно. А до этого 8, 8, 8, 8, 8, 8. Посмотрим, может быть. Правда, помогает? А если помогает, то что? Я же и таблетки пил. Вот. Теперь так. Скорее, я говорю, полная неудача. Это первая неудача в моей жизни. Это нормально. В среде десятков, сотни удач. Так. Когда-то... Это моя как бы инструкция. Вы знаете, это было время, когда я не продавал кофточки. Вот. У меня получились не методные результаты. Так. Так. И не только у меня. У многих садоводцев. Не видно. в масштабах страны. Это вообще невероятно. Это вообще невероятно. Поверьте. Человеку, который 3 дня в Подмосковье шарился по садам, и увидел. Такое! Это даже не средневековье. Это какой-то первобытный мир в садах. Злобный. Отношение к деревьям, к почве. Жуткое. Это я вам потом еще рассказывать буду. Рассказывать. Чтобы вы не повторяли. Так. Сейчас. Секундочку. А вдруг это по теме? Алло, я вас слушаю, Надежда. Здрасте. Здрасте. Извините, я не туда нажал. О, а я-то думал, вы вебинары рассмотрите. Регулярно. Только. Нормально. Только сейчас это. Не до разговора. Я сейчас лекцию читаю. Да ничего бывает. Я с телефоном снова разбираюсь, поэтому нечаянно получилось. Ничего-ничего. Так что извините меня. Прощаю. Павел Константинович. Хорошо? Ага. Ага. Хорошо, пока. Всего вам доброго. Всего доброго. Пока-пока. Будет много знает, значит, наш человек. Так. Теперь. И в то время у меня получились результаты. Наверное, с тех пор мне удавалось только повторить, но превзойти уже было невозможно. Это как чудо какое-то. Буквально чудо. И вот я в то время взял и написал первым в жизни инструкцию. Повторяю. Не было интернета. Вот. Не было еще даже быстрее продавать косточки. Читаем. Брат сказал уделить его лечка, читаем. И за ним я сейчас прочитаю нормально и посмотрю. Правильно я это написал или нет? Вот вам, уважаемые сибиряки, моя идея. Давайте всем миром повторим путь, который привел Саногорцев к невиданному в масштабах России успеху. Я готов разослать заинтересованным садоводам. А, это я в газете Фазерда. Было. Было, было. Это было мое старое. Это письмо напечатал в газете Фазерда лет 20-30, 25 лет тогда. Итак, я готов разослать 5000 косточек, роскошнейших сортов абрикосов и поменьше других видов плодовых деревьев. Это адаптированные к Шушенскому району Красноярского края сартообразцы абрикосов. Королевский, Амор, Шарфим, Краснощеки, Фаина, Хабаровский, Мечеринский, Персиков и другие. Кочка стоит 10 рублей. А, точно, давно это было. Никого не разорят 50-100 косточек. Лично у меня схожисть в худшем случае 90% при условии сертификации. Предполагаю, в среднем летать их по Южной Сибири. У меня 58 лет. Итак, Южная Сибирь. Посадка 100 косточек. Обязательно награды без дальнейшей пересадки. Через год 50 однолетних сельцев. Через 3 года 20 полноценных деревьев. После аномально холодной зимы ниже 40 градусов останется не более 10 полноценных деревьев. Планочение в лучшем случае на 5-6 год. Обрезка только первые 3 года до укорачивания. Вот. Сейчас я отчаялся, когда увидел, как колеси деревья. Многие говорят, а вот вы когда-то писали 3 года можно, разрешали нам. А сейчас только 1 год. Я же не думал, как они режут, как я. Поэтому лучше их не подпускать вообще к деревьям. Вот. Саженцы где берут? Покупают. Полкровный отрезок. Лучше 2 трети. Лучше 3 четверти. И этот огрызок посадил. Есть какой-то шанс. И не подходил. Вот так я уже начал. В отчаянии. Итак. Тогда я писал. Обрезка только первые 3 года до укорачивания. Приземлизит срок первого цветения на 1-2 года. Это правда. Только укорачивание. Заметьте. Никаких обрезок на концу. Не дожидаясь плодоношения. Перенос веток. Прививка. Самых жизнестойких деревьев. Вы же сможете их отличить. Правильно? Согласны? Годите под мой. Это даже новичок сможет. Это будет вторая половина абрикосового. В скобках. Сливого персикового сада. Непримерные условия сибирского эксперимента. Я же дарил. А, нет. Ну, 10 рублей, кстати, дарил. Обещание в письме ежегодно сообщать железу результата. Ну, а он, то есть, я буду собирать результат, сообщать через газету. О, точно. Газету хозяин тоже ежегодно всей Сибири. Поверьте, уважаемые садоводы, такая работа не под силу ни одного сельскохозяйственного института, а нам вполне. Представляете, 50-100 сортов из пятых участков по всей Сибири при Суралке в Дальний Восток. Если кто-то на минуту засомневается, ответ простой. Вспомните, сколько вы ворачиваете помидорных кустов еще каждый год. А ведь это труднее. С уважением будущим селекционерам. Так. Так. Сейчас. В принципе, наших теперь много. По Сибири. Вот. Когда уже средняя полоса России. Но, это еще не вся Сибирь и не вся Россия. К сожалению, отстаем до десятки лет. Вот наши оппоненты как учили убивать деревья, так и учат. Александра. Я с Подмосковья. Вы обрезку позднее веселью персиков делаете? Где посмотреть подробно? Дело в том, друзья. Вот сейчас, вчера мне или сегодня даже. Где брат прислал опять эти ролики. Они бесконечные. Вот. Их много. И опять обрезка персика. Вот. Я не догадался. Я потом отдельно с экрана сфотографирую. Где неприятные лица фотографируют. Я и так себя врагом нажил. А они же не просто эти. У кого-то 100 тысяч подписчиков. У кого-то 300 тысяч этих просмотров. Вот. Потом скажут. Железом тебя там смешал с грязью. Зачем мне это надо? Но я буду выбирать моменты, где. Вот это дерево. И вот он персик. Ну куда уже? Ну на самый нормальный песок. Ему то ли два, то ли три года. Ну уже. Ну что там резать? Нет. Все изрезал. Причем долго. И таким садистским удовольствием. И причем с полной верой, что он правильно делает. А самое страшное пишут. А там ранки маленькие, что их еще и замазывать не надо. Не пишут, а говорит. А что там? Чик-чик и ушел. И вот это происходит везде и всюду. И вдруг вы упомянули обрезку. То ли Демидов, то ли Александр. Да и Александр. Так. Вот. Я вам скажу так. Да. Тот, кто тот ролик создал. Юрий Владимирович, подтверди. Что там было? А нет. Это я вам еще покажу. Кое-что. Два этих рекламных канала. Вот. И там знаете что? Там это. Делайте. Да ну и там и там. Делайте эту самую обрезку. Чтобы дерево было более здоровое. И дольше прожило. Ну слов нет. И вот получается. Отвечая теперь на вопрос. Позднее весеннее персиков. Да бывает пока идет весна. Вот еще почки появляются. Трудно определить. Простулась или нет. А когда видно, что часть проснулась почек, а часть мертвых. В это время хочется сделать, отрезать это некрасиво. Хотя бы сухие ветки. Давай хоть режьте. Я стараюсь и этого не делать. Не резать. Потом они в общей листве вот эти сухие ветки даже не видно. Главное поменьше подсказать диссекатом. Это я так считаю. Вот. Ну кому-то ветка это злит. Но увидели сухую ветку. Как вас учат, не делайте то. Что вот надо сухой отрезать. И еще захватить живое мясо. Там где она живая. И там замазать в этом случае. В другом случае. А и мазать не надо. Отрезайте сухую ветку. И оставляйте пенечек сухой. Не думайте, что этот пойдет ниже. Я про персик говорю. Что эта болезнь пойдет ниже. Я про персик. Вот. И тогда получится, что вы меньше его будете травмировать. Вот я про поздно весенний. Но я вообще это не делаю. Так. Машенька Смирнова. Здравствуйте. Можно попросить у вас новый пресс. Я правильно понимаю. Северный сад. Или Сибирский сад. Сотворение чудо. Это одна и та же книга. Вот. А новая тайна деревьев. Значит, смотрите. Вы правильно поняли. Когда-то я его называл Сибирский сад. Это была рукопись. Это же эта рукопись. И родился толстая добротая книга моя с Курдюмом под названием Умный сад. Как перехитрить климат. Вот. И вот тогда уже мне Курдюмов уговорил. Не надо писать Сибирский сад. Это ограничивает. Как будто это не касается Европы, Азии, Белоруссии, Украины, Казахстана. Нет. Валерий Константинович, пишите. Назовите не Сибирский сад, а Северный сад. Чтобы это касалось всего Севера. Вот так вот. И теперь получается. Вы правильно понимаете? Это одна и та же книга. Вот. А ну это интересно. Что я скажу? Что читать? Само как само. Что его пробовать? А если говорить серьезно, то это целая энциклопедия. Расскажите, пожалуйста. Что-то я сегодня про новичков, про новичков. Вот. Сейчас стариков потеряю. Ах, любят заковырившие вопросы. Помните? Ого. Какие. Так. Как вы раскладываете отраву от мышей на зиму? Так. У нас в этом году какое-то нашествие мышей. В гнездах поели картошку, значит, есть морковь. Да, это симптом. Если обнагрели до такой степени, значит, они доберутся и насажутся. Просто идем, они бегают между грязками, что-то страшное. А вот это я уже написал. Это предчувствие морожен. Вот. Поверьте, умнейшее создание. У них кладовки и сейчас кладовки. Все, что у вас сейчас там не просто бегают, и они добили продуктами, подовольствием свои, зимние эти самые. Другое дело, до весны все это заканчивается. Вот. И тогда они вылазят к весне жрать вашу саженцу уже. В общем, я немножко говорил об этом. Был отдельный фильм. Вспоминал бывшие, вспоминал котов. Вот. Все равно остается самое главное. Сейчас, правда, хитрость. И это даже не хитрость. Дело в том, что зерно отравлено с администрацией не проблема. Раскидывать нельзя. Съедят птицы и отравятся. Умрут. У меня как-то отравились 2 собаки. Породистые собаки. Но я их прятал зерно на высоту 2 метра на полку. Вот. Мешок зерном отравленным. Купил запас. Он все-таки 5 гектаров. Вот. Как они добрались? Не знаю. Как они идут? Двадцать с лишним метров высота под самым потолком. Они сожрали это зерно и умерли. Естественно, что птицы тем более умрут. Вот. Это почему-то приятно пахнет. Это отравленное зерно. Остается. Чуть-чуть расширили горловину батки. И положили так. Вот это граница. Вот здесь, где слева питомник, здесь черная земля. Здесь нор нету. А вот где терн, там норы. Видите, специально Таня так и раскладывает. Вот еще, пожалуйста. Причем надо положить так, чтобы мышь могла с комфортом залезть туда. Вот. Обратите внимание, здесь прикопаны яблоки, дикие яблоки, да. А сейчас я вам кое-что покажу. Вот это вот, казалось бы, стоит ли пренебрегать. Не все слушают мои советы. Не все весной закрывают бутылками примитые саженцы, как я. Вот. Я всегда говорю, там день идет за два. Так. Там быстрее идет сращивание. Это благодаря этому удлиняется в сибирское короткое лето. А от этого зависит вступление в фазу покоя или не вступление. То есть, чуть-чуть не вступило, и тут минус 40 выдержит, если полностью уснуло. Да что я благодарю эти бутылки. А если не полностью, там лист падает, а уже морозный, а лист еще падает, а почка не выздоровела, она и при 20 замерзнет. Вот он и морозостойкость. А есть еще второй фактор. Внимание. Сейчас я вам расскажу один уникальный случай, который мне многому научил. Здесь-то понятно, их уже больше не достанет. Вот. Здесь не достанет. Ну, вот так бывает. Вот уже май месяц, как бах, возвращается зима во всей красе. А бояться нечего? Абсолютно. А не было бы этих бутылок. Ой, что там бывшие. Как они летуют? Потому что они по цигам ничего не боятся. Так, придется я меня отпустить на пару минут. Вот. Потому что я задыхаюсь немножко. Я быстро, я надеюсь, что еще будете слышать они. так и так далее значит увидели самое главное впереди что я не болту вот рассказываю целую историю и так камнинска стоярска приезжает мужчина средних лет зовут его юрий вот и говорит да я тут подзарил женой я для вас здесь заку . вот как бы то ли он его воспитывает она его с этом началось наша дружба естественно у него праздновал микроавтобус и больше ничего и 300 рублей в кармане я припахал из фотографии читатели фазеты уже всем хорошо были знакомы тем более земля красноярец их я надумал впервые такое дело лишние две руки и лишний рот что делать мне на то время на острове ходе надо было из фотографии ну другой раз может было несчетное количество ты когда сад сожгли из-под земли полезен и допустим а адреса лицу привитка естественно и вокруг появились десятки десятки а потом сотни вокруг каждого одно двухлетних трехлетних сажутся вот а у меня головная боль все делать с мужиком как ему помочь и как где это самое самому прокормиться саженство было несколько сотен лишних не было сад сгорел уже два года три года и тогда я придумал а протока она с водой было бывало когда то веслах резиновая лодка бы себя вот не больше дух глядя подруги заставил перед носом за спину вот и переправлялся вам двух видов 4 саженца каких а вот этих вот на каком земле еще был вот скобы а если протоки было пока лета где-то в гидрокостюме или болоте как переходил пешком протоку туда полную лодку он доставлял эти живет привозил а там уже небольшая очередь а других источников нет саженца быстро кончились а спрос во время был бешен и больше чем сейчас со всей страны тогда и вот и люди ждут я вот приезжают подвозит я достаю саженец и говорю полноценный саженец стоят тысяч рублей а нет тогда полноценный 100 600 рублей а продаю за 300 потом начал нагреть очередь уменьшается 400 и наконец 500 начинал с 300 до конца 500 и я продал принят тогда прикинул больше 500 штук в общем мы с ним за месяц они просыпались под бутылками мы с ним за месяц заработали порядка четверти миллиона а я не такой который вот 200 тысяч мне а 50 тебе все куда заработать раз во-первых интерес должен быть я ему сказал юра пополам вот тем более что в данный момент я привил а дальше всю эту работу делал и тогда вы эти четверть миллиона поделили по сто двадцать пять тысяч каждому нормально уже можно было жить вот садоводство начало кормить меня после той страшной катастрофы вы представляете работа двух садиках вот попал ставки воду в другом получал по три тысячи рублей того 6 вот такая была жизнь а все вы миллионы были на небе в виде дыма и вот получилось следующее как случилось это было не просто опыт вот даже опыт выживания и вам пригодится когда-то и вы можете это все повторить потому что годом двумя раньше у меня другой был случай я здесь как таскал прерывал весной а осень уже продавал вот так вот то есть это выживать это это учеба но было интересно еще другое где-то десяток саженцев а ветра гуляли будь здоров значит и как я не крепил вот эти бутылки вот я боялся опасался страшно этих самых большие я еще да в тот момент это тоже технология однажды меня абаканская замечательная садовод зовут и лилия звали это многие ничего не знаю значит тяжело болело побери я начал забывать и на данный момент не помню я вспоминаю есть фотография две фотографии она была членом союза садоводов абакана вот и она мне посоветовала вот это место обматывать утеплять мол лучше будут расти и я не поленился у всех 600 саженцев привитых и вот так вот обматывал тряпками вот потом и перестал это дело не знаю почему вот просто ленивый был и сейчас не знаю советовать вам вот так вот прививки обматывать или не советовать но и так десяток там где все-таки ветер сбил все 10 были полностью сожраны и не просто сожраны ведь ладно росли они их никто не трогал бы ты это ветки это дико я как использовал рядом же вот тут же вот это дерево которое пошло до подвой а ветки тут же валяются я использовал как или просто валялись то стоило его пасу просто лишний вот взял положил прямо и валяется и даже они были сожраны посмотрите как сожраны насколько опаснее эти выше посмотрите полностью сожраны и дальше творится а теперь посмотрите на прививку ведь и вот идет тоники все осталось от прививки так вот теперь вы понимаете как что у вас может случиться давайте рука то мы вернемся открытого открытого к этому вот поели картошку варковку а дальше что если уж это сожрали вот это вот казалось бы несъедобные дикие яблони стоило и только положить прям поднос они же вертикальные были пересемья их это самое отрезал да чё ты зал закреплял бутылку чтобы она не и падала и где все-таки упала везде было все сожрано вот это страх божий вот надеюсь я маленько помог вот вот тут я хотел очень интересную смешную историю рассказать а потом забыл можно на вспомнить жалко так это стекло ткань меня просили показать и оживил вот это стекло ткань потом ниже покажу фотографии а уже показал я есть много способов укрытия персиков вот разных способов и тканами материалами пленкой специальными дугами все-все-все все я человек простой просто ленивый по жизни поэтому чем-то и добился что от рениях приходилось кричать голову и это на показу вот такая стекло ткань сейчас я закрыл половину часть коробками часть вообще не стал закрывать это контрольный а весна пока то что были морозы там 30 может быть где-то говорят до 35 но это не везде где-то у нас за городом за 40 а здесь в низине 30 может 35 я сам не видел поиск набрать для персиков боях это не опасно ну кто знает сейчас опять пришла и собеска до 45 а там гадай и вот я нашел для вас старые фотографии еще позиция для печатала авторитет дичайший вот и это да просто брал и делал фотографии для вас вот таком виде обмотал я все еще приговаривал 1 защита 2 защита солнечных ожогов заменяет побелку и 3 дополнительно утепление один раз молодой и такой ленивый как я ну ладно давай сделаем учебную фотографию а ты давай может быть действительно все померзнет мы же тогда не укрывали вообще даже не подходили может быть все померзнет пусть хотя бы один-два сохранятся вот это сделал потом пришла весна а оказались живы и те которые я не укрывал и вот этот тоже оказался живой куда всего два так обмотал вот и мне кажется вы переставали жать в каком плане вот сейчас он завернет ее в эту самую стекло ткань видите мне кажется да там надо было остановиться а пленку снаружи по моему это было лишнее это кажется весна пришла размузал он живой иду какой-то бит был какой-то бит был как и назвать то зря дыра пленка бахматаль вот эта фотография учебная и кто-то из моих друзей в сайногорске сделал а чернобаев это уже понятно что этот самый поролон вот это все про персики про вертикальный прикоп вы уже знаете эффект на весь пробовал на яблоне акина абрикос замерзнуть не может по крайней мере до такого уровня а потом даже супер кушке отмерзла бы но ведь согласитесь вертикальный прикопе защита от мороза есть а лишней влаги нету значит в приводе я попробовал на 2 абрикосов поеда в один из пор живы больше не пробовал то есть родители стали выплевать абрикосы принципе выплевают только так стандартный прикоп это смерть абрикосов и груша раз мы говорим про персики попробуйте разглядеть вот тут вот видите это здоровенный куст который гибкий очень половина веток положил право половину влево 1 1 где где-то 3 4 метровым куском сверху накрыл придавил там тут бревнышко тут бревнышко в общем минимальные трудозатраты пописал покажет сейчас вам покажу потому что они все здесь этих двух лет и пешка здесь вот персик который я принялся укрыть вот видите в левом верхнем углу вот тоже цветами его тоже два года часть ухл коробками тут легко было пашки небольшие садил до холмы практически горизонтально коробка закрывал коробку придавливал и суши у коробок и суши вот видите бревнышко у самой ближней вот есть уши я их придавил и все это все дима сам покажет вот еще а придется которая до этого так укрывался плодами песика я уже показывал самое трудное письмо вот это олеся видите свеженькая для меня свеженькая понимаете хочу это я переносил из вебинара вебинар начиная 3 месяца переносил 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 наконец-то я не стал даже переносить у тебя же обещал олеся чуть сказать здравствуйте хочется заказать его скотчки абрикосов перчиков слив возможно чуть черешни груши для плодовых деревьев ничего не поделать хотела бы попросить порекомендовать на вашу потребление какие-либо сорта и выращивание до его газа востоке московской области хочется большие сладкие и уверенно сладкие плоды спасибо вот в том что я ничего конкретно сказать не могу значит у меня вы тут упомянули абрикосы самый первый вес у вас стоит абрикос что с ними делать костями причем вы просто косточки простенькие косточки баджурские сыновья баджурцы дают неплохие абрикосы мелкие а вы может осмотрелись у меня фотографии вот с такими вот так а крупный наоборот скорее всего вот меньше так вот а самое интересное что не знаю папа я даже не знаю какие сорта вам рекомендовать у меня было несколько случаев когда мне допустим 30 сортов абрикос человек пишет мне всех по 10 получается 300 штук вот но потом он еще проще всех по 10 слив всех по 10 там этих самых персиков а здесь вот как здесь реже получается что 500 тогда ему полагается скидка 10 процентов вот и дальше его головная боль то есть что вырастет то вырастет и что я вам порекомендую самое крупное взять а самое интересное что вы живете московская область вот и сейчас я вам скажу следующее то чтобы не отбивает охоту вам советовать московской области есть разные места ведь именно там рядом с вами не с вами живет наш этот волшебник московской область это как бы мой маяк для вот это вот высшее достижение где доступны тем же тимирезом сами прочим учетом так бывает позвоню скажу ночью очередь то есть института и вот жалко тут уже выступал где-то там на какой-то конференции учил бесполезно и вот я попал а я не знаю я не могу на губу бракопатика начинать с ней переписку допустим это сам олеся дорогая опишите пожалуйста где вы живете опишите тип почвы напишите там северные склоны южные склоны ровное место долины близко ли река вот озеро или так пишите 10 подряд я могу все уже раньше я так делал и кстати сотни фильмов вот 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 это подтвердит мой брат не все видели а вот по-моему все видел сотни фильмов как раз было что я могу сейчас делать большинство и вот итак мне повезло оказаться в худшем месте московской области я сейчас не помню ничего я был по приглашению ирины владимировны вараховской вот три дня я прожил на удачи она собирала грибы а я ходил по садам еще слух прошел сибирский авторитет приехал представляете то есть поднятия здесь не знал моей фамилии только а сук прошел сибирский авторитет ходит от ругается что я могу видеть вот вы упомянули здесь допустим они вы упомянули вишню я нашел два два дерева и сотен допустим я был до сотен большинство не заходил а заборчики хлебки еще видно вот и подходил дом волосы лишь всего две ну как на сотню ну как они даже в каждом саду хотя бы по пять штук все проблемы от аминоза решены июль месяц там еще раньше у меня как июль наступил все вообще вот вкусно и жрешь их нельзя есть их надо жрать вот так горстями подходишь дерево вот так вот делай смотрите вот так половина сыпется плевать их много разве полный урод а потом на второй год там сотни вокруг дерева растут вот это естественно белка кислая несъедобная деревья из урода воды так что из них из кустов делали деревья ладно нашел я единственный сейчас сама главу подхожу нашел я единственный абрикос штук пять несъедобных вот я не полюнился я попробовал вот это было июль месяц вторая половина штук пять их а это да понял почему в долгих лет еще это это не сидела было перебитовано ладно то есть битами вот так замотана почему ясно почему какой-то вырагированы и тогда я начал разбираться ну хотя бы с яблони груши в персиках речи нет пойдет яблони груши все были избиты знаете чем вот они были все покрыты паршой к этому времени они должны быть вот такие вот уже это все таки для меня юг для меня московского область это юг вот эти вот они были размером чуть больше чем куриные создать если эти яйца перебили вот такие вот и главное они были все изогнуты как бы извечены вот это же паршой извечен и все ветки все листья дайте но были в этих черных пяток ужин был страшно 10 20 100 деревьев до самых страшных там еще резина была деревьев до самых верхушек были покрыты мхом толстым зеленым слоем понимаете что творилось и причина ну во-первых чистая глина я ходил бы я после дождя ноги развязались очень плохая трава и вот что я лечу скажу она вот сюда посадит угробит кучу денег вот и еще угробит эти самые косточки а помните моя учеба завезли со стороны до глины со стороны землю ладно подробнее будет ниже раз уж этот фактически новичкам посвящаю но еще самое страшное было не каждое плодовое дерево предназначено для этой местности вот я смотрю телевизор там же у неё барахов диктор я несколько раз уже это повторяю из года в год диктор говорит четвертый год москву заливают дожди с тех пор что думаете дожди прекратились я иду по улице главное ничего не понятно туалет и туча дождевая туалет вообще и не видно и вдруг прям с чистого неба пах то что такое знаете теплый теплый густой густой и полчаса льет льет потом бах прекратился через два часа опять пузял пошел ладно поехал я все-таки такую дали хотя в кибередскую академию теперь я насмотрелся ну вот там то я же тогда знал что идет борьба за иммунитет идет борьба именно самое страшное это считается парша причем самое интересное что не понятие вся наука и тогда и сейчас я боюсь что это будет сто лет вперед и меня не услышат что парша это болезнь когда надо теперь еще и поливать ядами малым дождей которая это самое при переполняет влагой листья штаббы плоды вот и парша это возмездие это следствие до гриб но это следствие того что дерево попала совершенно негодно и для него место абсолютно либо ведь учетом отея живу я живу хакасии она все эти годы знаете те годы лучшие когда я там это засуха дико и деле ты смотришь на небо зимой смотришь и день 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 это бывало месяцами не одной снежинки а я летом не одной дождинки страшно что творилось но зато парфюрит а парить всегда можно понимаете вот а там получается что абрикосы почему у нас их 100 раз больше чем там же московской области или что нет бакаром пример это как бы образец то почему у нас их 100 отборщили в тысячи потому что климат более подходит к абрикосам весь секрет и не надо никогда это уже учеба для новичков никогда не надо опрыскивать этих от porsche эти самодея бесполезно вот да есть возможность было результаты я не вижу я обошел этот сад сам этим редушки я пришел ужас там все яблони и груши были вот такие вот изувеченные и на всех лицах точно как на дачных таким передовому как бы мировом лидере в темирянском саду а результат одинаковый то есть нет результатов да можно взять как где-то у меня тот самый я разговаривался то это очень важно у меня питомники усилия эту ходил наблюдал до некоторых деревьях во вторую половину года появилась парша я догадаюсь то яблони нет на груша вот они более это кое-где и уже можно было список составить уже рассказать что вот берем с это самое пульсус этого дерева где нет парши и а другой дерево такими вот плодами но с паршой давайте вы искрестим и это наука занималась десятки лет где результат и когда этот результат если он есть размножится а сейчас я вам покажу один дом воды питомники с предатели вот перекупщики вот и это все на самом деле и вся эта работа не ведется и до тем пор пока москве не доступен засушливые годы это все бесполезно понимаете то что я видел это и не шутки там все этому способствовало мало того что дожди падает на эту же глинистую почву ну уж нету там там это огромный дальше массива вот такой склон довольно крутой склон вот уж нету это все уходит вниз но дело в том что земля нет пусть это глина она пересыщена влагой глина же вы знаете как делали глиновые эти самые пруды это сейчас конечно там супер материал который не пропускает влагу прочный выкопал котловат выстрелил и все а раньше просто брали это грины по навезли побольше размазали и и все это включил эту как она досос и ничего не пропускает влагу вот вот пусть она это влага пусть водоем на полу какая-то жижи получается для полива уже что-то есть вот привет и вот получается что алиса я сегодня дождались когда все-таки вам отвечу получается что у вас единственная возможность опять по железу не зная наперед папа-мама какой-то выдержит мороз а какая-то и вторая половинка второе родитель выдержит допустим влагу и тогда у вас будет и груша и абрикос понимаете вот а я сейчас очень коротко потому что я вот это говорил не раз кого-то еще подробнее что рассказывать когда я догляделся на этих жуткие деревья покрытием хом до верхушек а еще специалисты говорят берите скреботки соскребайте его это еще другие но это ладно короче если вы двух словах да нужно сказать ветеранов где такое всегда гибриды цели бога революции дальше вот это еще один пример понимаете чем дело последний год вот был и самый предпоследний да засушили этот самый засушивает он был настолько сухой что это было невероятно а последний 23 год вот он перед вами все-таки дождей хватало и вот я заметил на одном дереве несколько плодов было вот такие вот ну естественно что считается что это дерево на это груша варнирская вот это дерево значит считается до сибири ну как бы сказать то не очень гарантированным вот это дерево еще не приучено к байнашим у нас 2 градуса засуха а перед этим такая была влага что вот так как я про москова рассказывал про без кайта и у нас был такой вот и вот что получается несмотря на то что были 3 или 5 влечь фотографии груш покрылась грибами так вот я ничего себе делал предполагалось что караул дерево это я подчеркиваю что я ленив и хочу чтобы вы тоже были ленивы дерево ни в коем случае и нельзя прескать и надо прескать ладно бы она еще была бы безвредная забывает что при этом уничтожает бактерии муравьё отравляет почву отравляет сами плоды обязательно отравляет главное что этого ничего делать и на и так повышенная влажность природа отобрала свое то есть десяток где-то где 5 5 6 этих самых гнил и было плодом из сотен это был я добавлю до достаточно дождливое лето а почему правая груша плод заболел а только потому что там был подходящие условия другой стороны он не заболел и никогда не заболеет вот видите вот эту рамку то есть вот это вот где где которая справа вот она вот это темное пятно а слева никогда его не будет там солнце там все это подчеркиваю эти грибы и заразные это не патогенные грибы и вообще ни одного гриба еще природе не встретил патогенного и одного вообще ни разу и не встречу вот и голову запаху положу вот чтобы чтобы голову трубили сюда пойдет легенд развертого отдал голову за истину тогда может быть правда не существует патогенный грибов тогда может быть правда не надо это дурю боится это а так было а до дерева многие знают твои деревья их не так много и 5 сортов это один из них все четыре чистое это 5 заболел и 4 или 5 плодов а и завалил взрывает потому что это и не положено тут же вот еще еще пару слов прием торговцы я его и одобряю и не одобряю все продает осенью вот его надо продать одесса листья и с такими вот жухнувшими такими вот уже и красивыми листами продать еще трудней подошли вы подумать что дерево погибает раз везде такие а на самом деле нет и человек вынужден взять ну как аккуратно это уникальный садовод и его садовцами покрыты с тысячи садов которые приватились вот все сидели вот и тогда получается что он сохранила вот эти вот самая прошу панухах находится почки и результате эти садовцы ну почти полноцвет хотя конечно если не хватает потому что еще до полной зрелости почек далеко но я бы купил уже хотя бы потому что вообще говорят один у нас на всю округу два-три садоводе я всегда их называю причем с гордостью за своих земляков это естественно больше сергей железов это тот и работе вот это значит володя филиппиев вот если чё тут как бы сказать это но это уже второй шалон сейчас и даже сходы не спорю кто еще из этих из суперспециалистов филиппиев тутору сергей в общем вы поняли и так значит это вынужденный прием потому что вы копали на продажу риск неет и что делать приходится вот таким путем вот добавь сюда бою слово если теперь купили этот саженец вот таком виде как вы видите то крайне опять же продавчику будьте добры сколько там не было корней пусть сто процентов пол кроны убирать как видим пол кроны отрезали прижимать будет гораздо лучше вот ну и таких случаях садить надо как можно ближе к себе тут все наоборот казалось бы надо чтобы он прижился ё-моё приживается и вот эти почки чуть матом просыпаются не у всех не всегда но они могут проснуться и тогда вот точно заберут и и и и и